Николай II 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 Там несколько тысяч погибло. Но это вы считаете геноцид? Ну, рабочие пришли с петицией. В общем-то, поговорить-то можно было. Зачем убивать-то? Значит, такие рабочие были с такой петицией. Это же свадьба. Ты пока выключи. Ну, в смысле, запись. Николай Второй. Это положительный или отрицательный исторический персонаж? Я думаю, что все исторические персонажи России, они положительные. Потому что они дали влияние какое-то на Россию. Я даже не знаю, что сказать. Я историю не знаю. А вот такой косяк за ним. Кровавое воскресенье. Ну, я думаю, что все, что не делается, все к лучшему же, правильно? Рабочие с петицией пришли. Ну, и что? Ну, все равно, все, что не делается, все к лучшему? Несколько тысяч погибло потом. Ну, а что делать? Все, что не делается, все к лучшему. Нет, на самом деле, просто, я считаю, что это естественный отбор просто, и все. Вы хотите сказать что-нибудь? Ну, я сказать хочу, что это наша история, и выкидывать ее тут нельзя. Это наш уклад был в жизни, и я думаю, что то время было, во все времена, да и в эти сейчас у нас Кровавое воскресенье, тоже порядочно. То говорить об этом, я думаю, что предевременно, это люди были высокого класса. Ну, наверное, не положительные, не отрицательные. Что-то было, наверное, положительное, что-то отрицательное. Ну, вот по сравнению с тем, кто сейчас, или кто до него был, больше в нем хорошего или плохого есть сравнивать со всеми? Не знаю, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, все-таки, скорее всего, это положительный персонаж. Ну, вот по моему мнению, как бы, вот, мадам, что вы думаете? Я тоже так считаю. А вот за ним Кровавое воскресенье, это позитив, да? Ну, это, конечно, не позитив, но у какого плавителя были, ну, прям, линии такие, которые, ну, без темных пятен? Положительный. Да, наверное, положительный. Положительный. А что хорошего он сделал? Реформы. Ну, какие? Ну, вот, например, Кровавое воскресенье за ним. Погибли люди. Отвечай. Я затрудняюсь. Я затрудняюсь. Скажите, как, по-вашему, нужно ли проводить чемпионат мира по футболу 2018 года у нас? Да. Я даже знаю, где он будет. В Мордовии, в городе Саранск. Да, там же. Да, я оттуда. А для экономической ситуации это, может быть, не самое лучшее время? Ну, не самое лучшее, да. Но проводить все равно надо. Надо, надо. Ну, не знаю, такое двоякое мнение. Если бы от вас зависело, вы бы разрешили и запретили? В Питере бы разрешили. В Мордовии бы нет. Нет таких средств. Ну да, там надо строить, и на постройку очень много денег уйдет. У нас в Питере строят стадион под ним. Не в Питере, а в Мордовии имею в виду. Но в Питере там много стадионов, естественно. А там уже тоже, да. Я думаю, что да. Почему бы нет? В 2018 году. Да, думаю, да. Для экономики это не перебор? Ну, знаете, для экономики, не для экономики. Но людям все равно тоже нужен праздник. Я считаю. Все равно? Все равно, даже если не будет, допустим, чемпионата мира, экономика от этого у нас... Люди лучше жить не будут, поэтому... Считаю, что да, необходимо проводить. Ну, как бы уже решили. Я просто вообще равнодушен сам к футболу, но понимаю людей, которые к этому стремятся и не вижу препятствий. А если бы от вас зависело, вы бы проводили? Ну, если бы я был президентом. Ну, наверное, с политической точки зрения это правильный ход. Ну, то есть это правильный ход с политической. А с экономической? С экономической, думаю, затрат на мероприятие. Ну, больше затрат, чем выгоды чисто политические. Я считаю, нет. Лучше бы метро открыли в Кудрово. Я просто там живу. На Крестовском острове, да, строят метро. Я бы лучше, наверное, ближе туда, в Кудрово. Ну, окраина, где у нас. Конечно, нужно. Повышает интерес к спорту, к футболу. Развивает все это. Вот, как бы... Что значит нужно? Если он уже запланирован, ну, то хорошо, что он будет проведен. Ну, вот вообще нужно было такое планировать? Если бы от вас зависело, вы бы стали в такое время, как сейчас, вот, экономическая ситуация, вообще это затевать? Начнем с того, что планировалось немножко раньше, не в текущую ситуацию, а когда было получше немножко. И с ценой на нефть, и с курсом рубля, и так далее. Вот. Ну, отменять из-за этого чемпионат. Но если, скажем так, экономическое руководство страны может себе это позволить, то почему нет? По крайней мере, когда у нас был чемпионат по хоккею в Минске в 2015 году, по-моему, или в 2014, вот, то это был, ну, реально праздник. То есть, и для людей, которые даже на хоккей не ходили и не смотрели, все равно это было, ну, скажем так, как праздничные дни в городе. Поэтому, ну, для эмоций это хорошо. Если это, допустим, дырку в бюджете пробивает, но если это приемлемая дырка, ее можно закрыть, но люди все равно довольны, это тоже хорошо. Ну, как-то так. Ну, для экономики тоже хорошо? Ну, я не думаю, что это опустит экономику до какого-то критического уровня. Это, ну, не то событие. То есть, ну, локально для бюджета города, возможно, это будет тяжело. Какое-то время он будет восстанавливаться. С другой стороны, после чемпионата останется, допустим, стадион, останется какая-то инфраструктура подновленная. Ну, это скорее хорошо, чем плохо. Так, если в целом. Все, спасибо. Обязательно. Для экономики это не вредит? Абсолютно. Польза какая? Польза? Ну, прежде всего, самое... Ну, как вам сказать? На первый взгляд, безобидная. Престиж. С экономической точки зрения я против. Ваше мнение? Я согласна с ним. Конечно. Обязательно? Естественно. Обязательно. То же самое, обязательно. Я не болею за футбол. А вот на экономику это как повлияет? Положительно? Положительно. Положительно, конечно, положительно. Можем себе позволить, да? Конечно. Однозначно. Почему это повлияет положительно? Потому что очень будет много приезжих. Вы же сами понимаете, что это очень много будет потрачено денег. Вот с их стороны. С нашей, конечно, тоже будет потрачено. Но, тем не менее, я думаю, что это покроет все затраты. Скажите, как вы считаете, нужно ли проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году у нас? Честно, не интересуюсь, вот не могу ответить Я думаю, что да, почему бы и нет На экономику это никак не повлияет, плохо? Ну, опять-таки вопрос, девушки Возможно, к нам будет больше туристов, это же круче Вот лозунг России, русскую власть, можно ли считать экстремистским? Можно считать не экстремистским, можно считать патриотическим А какая имеет все-таки значение власти в России, национальность какая? Вы имеете самую верховную власть? Да, да Ну, я думаю, да Все-таки русский должен быть человек, да? Да, не какой-то национализм, просто это ради спокойствия всех граждан Потому что так лучше будет, я думаю Лозунг русская Россия, русскую власть Россия, русскую власть? Я не знаю даже, как комментировать это Я не очень-то люблю политику, поэтому... Ну, вот люди, которые говорят, Россия, русскую власть, они экстремисты? Наверное, да А у России должна быть не русская власть, да? Я вообще ничего не смыслю в этом Ну, в чем-то, да Но такой лозунг для чемпионата мира, наверное, не подойдет Нет, не для чемпионата мира, а вообще, в принципе, вот Люди, которые говорят, Россия, русскую власть, они экстремисты? Нет А ведь Россия многонациональное государство Вот по отношению к остальным, как это? Ну, русская власть, она как бы и на всех, на всю Россию распространяется Не только на все эти национальности для всех Вот в России все-таки какая власть должна быть по национальности? Или это не важно? Русская? Человек, который говорит, что Россия, русскую власть Это экстремист или патриот, или кто-то еще? Патриот Не знаю Патриот Патриот Но ведь Россия многонациональное государство Да Может быть, не... И татары, и грузины, они же все считаются как русские Ну, не знаю, просто национальность другая А отживут они тоже у нас Все как семья одна такая большая То есть, если где-то руководитель татарин, то это неплохо? Ну и татары, это еще хорошие люди По мозгам надо, да, выбирать руководителей? По делам По делам, да Вот люди, которые говорят власть Это экстремисты? Или патриоты, или как вот их назвать? Ну, я не... Пока я не пойму, что это означает полностью Что они имеют в виду? Что такое русская власть? По их мнению Национальность они имеют в виду? Национальность? Ну, в таком случае, скорее, экстремистскую Я характеризовал бы В каком плане? То есть, значит, если власть текущая Или которая собирается быть установлена Она будет заботиться О... Обо всей территории, так сказать, Российской Федерации В частности Ну, или более того, да Вот, то вне зависимости от формы головы, носа и так далее Это хорошо для России Ну, я так думаю Вот, то есть, если они, допустим, будут кого-то выделять В первый сорт, остальных во второй То это уже плохо сразу Ну, как-то так Можно Россия многонациональное государство, поэтому... А какая власть должна быть в России по национальности? Не понял вопрос Ну, вот, руководство Должно быть какой-то определенной национальности в России? Русской или какой? Или всех людей, которые живут в России? Ну, грубо говоря Должны основываться на разных национальностях Которые представлены здесь Может быть, процентам отношений Я не знаю Скажите Лозунг Россия и русскую власть Можно ли считать экстремистским? Акстремистами не были, и мы ведем политику правильной, поэтому я думаю, что это вопрос такой. Все-таки какая у России власть должна быть? Национальность? Или это вообще не важно? Я думаю, что она должна быть и к православию ближе, и чтобы правильная политика и к народу была ближе. И чтобы люди у нас сейчас хотят перемен, они надеются на это, и чтобы это было правильно. А не так, чтобы лозунги выкинули, проголосовали, и до свидания. А мы остаемся как бы в стороне, поэтому политика должна быть четкая и в сторону народа направлена, а не куда-то. На национальность надо внимание обращать? Обязательно, обязательно, потому что у нас многонациональная страна, и мы как бы должны жить в дружбе. Я тоже так считаю. Россия, многонациональная страна была изначально. Не знаю, я не задумывалась над этими вопросами. Ну вот, по-вашему, у России по национальности какая власть должна быть? И вообще надо ли на это внимание обращать? У нас вообще многонациональная страна, поэтому трудно сказать, что Россия русская власть. У нас, кто только не живет в России, Россия большая страна, поэтому... То есть все-таки нужно по мозгам выбирать, а не по нации? Конечно. Ну, я так не считаю. То есть как бы... Ну, лозунг вообще, как по мне, нельзя считать плохим, то есть экстремистским. Тут... Ну вот это... Вот такое говорят патриоты или экстремисты, или кто-то... Кто это говорит? Ну, вообще, на самом деле, патриоты. Выбирая власть, нужно ориентироваться на ее национальность или на мозги, или на что-то еще? На мозги, конечно. Полностью согласен. На мозги. То есть, ну, национальность — это не показатель. Нет. Ну, смотри, что под этим подразумевать. Просто Россия — это же многонациональное государство. Вот как? То есть у России должна быть не только русская власть, а всех наций, которые проживают на ее территории. Слушайте, вот везде на Западе... Якута обзывают русским якутам. Татарина — русским татариным. Все русские. Ну, скажем так, такая избитая фраза. На чем думаешь и на каком языке говоришь? Ну, в принципе, той национальности ты и принадлежишь. Субтитрыанışу. Смотрите. Отлично. Смотрите.